Продленка. Вот такой армейский коллектив. Продленка, дурак какой-то вышел. Пальцы, стопы, ломались руки, вот у меня здесь спицы ставили. Там же бьют людей ногами в голову. Иногда лишний раз думаешь, надо книжечку взять, почистать, чуть нейронные связи, чтобы тебе извилин зашевелить. Судя по футболке, Илья очень любит футбол. Какая-то суета произошла, неразбериха, туда-сюда нормально, баннер не получилось отжать. Появилась фотография на станции метро ЦСКА. Сильному не нужно, слабому тоже не нужно. Купите себе травмат. Россия самая открытая страна в мире. Ждем здесь всех поляков, шведов. Нормально так, тяжеловато, я бы сказал. Помню, были времена 15 лет назад, когда все бились за клуб. Они за фирмы, которые бивали на собаках. Выезда, последний хлеб с майонезом делили. Всем привет, меня зовут Антон Дорофеев, и это ностальгический проект «Вдвижи», посвященный отечественному фан-движению. Зачем вообще все это нужно снимать? Да кому вообще все это интересно? Три часа видео с каким-то фанатом? Вы серьезно? Вот такие комментарии иногда мы читаем под нашими видео. Однако трехчасовые форматы, как ни странно, пробивают от 100 тысяч и более. А значит, кому-то все это интересно. Сейчас объясню. Мы просто получаем удовольствие от своей работы. И приносим удовольствие тем, для кого фанатское движение – это молодость и ни с чем не сравнимые ощущения. Продленка. Вот такой армейский коллектив. И представитель этого коллектива сегодня будет у нас в гостях. Поговорим как о значимых победах, так и о больших провалах. Как обычно будет интересно, откровенно и все, как вы любите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будьте готовы написать комментарий. Это «Вдвижи» будет интересно. Илья, привет! Пожалуй, первый мой вопрос будет следующим. Зачем тебе-то все это нужно? Мне понятно, я паразитирую на фанатском движении, монетизирую, зарабатываю огромные миллионы, разговариваю с такими вот смелыми парнями, как ты. А тебе-то зачем все это нужно? Конкретно что зачем мне нужно? Съемки вот эти. Съемки? Да, мне интересно это все. Это просто рассказать о чем-то, чтобы, может быть, кто-то поближе в это все окунулся, кто-то что-то вспомнил, что-то для себя новое, может быть, узнал. Так что, ну, короче, это полезно для всех будет, я думаю. И для меня в том числе. Продленка коллектив, о котором мало что известно, ну, можно так сказать, потому что до тебя не припомню никаких интервью с представителями вашего коллектива. Давай немножко все-таки пробежимся по каким-то историческим фактам, расскажем, откуда все появилось. Откуда все появилось, это еще до меня, до моего прихода в коллектив. Я, как самый молодой, пришел, наверное, году 2015-2016 год, где-то так было, я появился в Продленке. Ребята учились вместе все в институте, и была у них группа Продленного дня, короче, какая-то такая дыжуха. И вот они, пацаны с Бутова, с Балашихи, объединились и начали кататься, уже под названием Продленка. А как ты в нем оказался? Да, как-то спонтанно вообще. Сначала ездил, дрался просто там вообще с разными ребятами за разные коллективы, и потом как-то вот так вот все получилось, оказался там в просмотре вот у Продленки, бам-бам, затянул, и я вот уже с ними сколько, ну, уже получается лет 8 вместе. Дрался за разные коллективы, это ЦСКА было? ЦСКА, только ЦСКА. То мы сейчас напугаем людей, последнее время попадаются разные звезды. Нет-нет-нет, это ЦСКА, в основном там пару тем какие-то за Динамо там с пацанами, так за мясо никогда за другие коллективы не дрался. В тот момент, когда ты в Продленку приходил, наверное, уже было какое-то имя? Да, это уже был такой коллектив серьезный, и для меня это прям была такая честь большая, на самом деле, попасть с такими ребятами, которых я на них смотрел, да, как еще молодой такой, снизу вверх немножко, и вот я все хочу вот в основу, в основу хочу с ними со всеми там драться вместе уже, какой-то вес тоже иметь, и вот так вот это меня мотивировало. А почему ЦСКА вообще изначально? Да, как-то это все... ЦСКА еще я помню с детства, просто первый матч футбольный, наверное, который я помню вообще, мне запомнился очень сильно Вагнер Лав, его вот эти вот косички, дреды, и как-то вот так вот ЦСКА получилось. Ну, такого прям нету, что у меня там, у меня наоборот, брат, допустим, за Спартак болеет, кто-то там, друзья тоже, многие там за Спартак, а мне как-то больше ЦСКА, больше по духу, и плюс особо футболом не увлекался до перехода в около футбол, так, мог там что-то посмотреть, а именно когда вот уже оказался в коллективе, вот тогда уже чуть больше проникся этим. Уже когда там на стадион сходил, как-то сюда, и так получилось вот уже все ЦСКА. Ну, часто бывает так, что людям просто очень нравится драться, а вот в футбольной части, вот поддержка, вот эти все перформансы и так далее, людей не интересует. Вот ты из какой половины? Ну, наверное, из тех же самых, которых футбольная вот эта часть особо не интересует. Меня в первую очередь привлекал коллектив, привлекали драки, и какой-то такой, наверное, личностный рост, такой там уровни, вот это все было, когда хочется выше, 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 и вот это только мотивировало. А тяжело было попасть, вот как тогда проходил вот этот ресерчинг, скажем так? Ну, нормально так, тяжеловато, я бы сказал. Ну, как тяжеловато так? В основном сначала отлетало нормально так. Ну, много драк было таких, в которых получали нормально звездюлей, и как-то так народ менялся, 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 а я просто за идеей двигался. Вот мне хотелось, вот я знал, что сейчас, сейчас я вот уже буду там, сейчас я уже там окажусь уже в основе, там буду драться, там, с крутыми ребятами рядом. И так вот сквозь боли какой-то проходил вперед и оказался уже в коллективе. Ну, ты помнишь тот момент, когда тебе сказали, ну, все, там, годишься? Да, такого прям, чтобы все, годишься, такого не было. Как-то все так накатом шло, там, что-то сначала одна тема, потом уже приезжаешь, там уже поехать куда-то, да, там, не с мясом, где-то уже и с бомжами подраться. И, ну, вот так, короче, это все оставалось. Ну, такого прям, чтобы вот ты в коллективе, такого не было, там, вот тебе билеты на то, что можешь с нами двигаться. Такого не было. Ну, просто чувствовалось, да, отношения, там, когда уже ближе начинаешь с людьми общаться. В первую очередь, это же все-таки коллектив, это не просто, да, приехал, там, подрался и уехал. А именно, да, когда уже дружишь, какие-то общие моменты появляются, там, в разных сферах жизни вообще. Ну, и так вот, наверное, я понял, да. А потом уже там всякие приятные бонусы пошли, там, и все. Так, наверное, я уже понял, что вот, все, я здесь. Те крупицы информации, которые можно о продленке найти, позволяют говорить о том, что есть или была, не знаю, прямая связь с одним большим и страшным коллективом на последнюю букву алфавита. Есть же такое? Связь была, конечно, прямая связь была. Это как-то вас курировали товарищи, которые плывут на воде? Я как раз-таки в тот момент пришел, когда уже, когда уже вот отдельно начали плыть по воде. Не то, что отдельно, да, как-то уже более так кораблик сформировался и сами потихонечку там где-то, да, биясь об рифы, там, вот так вот двигались. Я уже как-то этого момента, да, не застал такого прям, что вот именно нас как-то курировали. В моем уже понимании, да, продленка это самостоятельный коллектив был полностью. То есть, когда я уже пришел, не было такого то, что там, да, кость кинули, за нее грызться. Уже сами там по себе двигались в основном. Раньше, ну, может быть, ты слышал, было такое, что кинули, и все грызться? Раньше, я не знаю, я же не был в этом моменте, ну, в самом начале меня не было. Я уже пришел до, когда продленка уже, как коллектив уже сформировался, уже было имя. И поэтому, что там раньше было, меня особо не интересовало. Ну, то есть, после этого никакой связи с Ярославкой уже? Ну, связь, связь, как она, все равно общение, но есть именно такого, чтобы, да, кто-то курировал, а такого нет. А были ребята, которые у вас шли, скажем, ну, наверное, на повышение, я не знаю, или как? Ну, такого, прямо, чтобы на повышение туда, такого я не припомню. Все оставались в коллективе всегда. У нас не было такого, что это какая-то лестница, да. Вот сначала ты там в азбуке, потом ты там в алфавите, потом в продленке, потом ты где-то. Нет, такого не было. Это коллектив, который сам по себе существует и сам по себе развивается, ну, старается развиваться, по крайней мере. Вот про алфавит слышал, а еще, значит, было что-то как-то... Да это я так просто, к слову, скажу. Нет, ну ты просто так сказал, как ступени какие-то, то есть еще и азбука, или это так? Нет, это так я просто... Вот алфавит, а еще, по-моему, был, как забыл, выпал название. Хоробра, может быть. Вот, да. И тоже ведь люди попадали в эти сводки околофутбольные, сейчас тут ничего не слышно, куда эти ребята пропали. Сейчас уже, я сам не знаю, куда эти ребята пропали. Не слышно, ну, насколько я знаю, эти ребята больше не дерутся. Может быть, еще когда-нибудь они где-то там соберутся, но сейчас активности от них никакой нет. Людям всегда интересна какая-то конкретика. Вот конкретика, о которой мы можем говорить, и опять же мы всем напоминаем, что это лишь воспоминания, ни, Господи, никуда никого не призываем, и уж тем более не агитируем. На твой век какие это были события? В самом начале, когда я пришел, была интересная движуха с Триумфом, когда у них день рождения был. Когда мы приехали охотиться на их баннер, вот, ну, очень, ну, это просто первое, что у меня приходит в голову, самое первое, что было, это вот, когда мы накрывали Триумф, ездили к ним. Сначала что-то там большой сбор какой-то был, собрались, потом информации нет, все уже разъезжаются, и потом что-то там остатки какие-то собрались, когда уже информацию скинули. Мы приезжаем туда, там очень забавная ситуация произошла. Мы заходим к ним во двор, там что-то, может, 3-4 человека, они прям сразу эти бедолаги очень сильно пострадали, по ним вот так вот они прям прошлись, короче. Это загородный дом как-то? Вот они там тусовались, и там, вот, кто был на улице, там сначала в дверь постучали, они открыли, и потом им там каждый пробегающий постучал тоже по голове нормально. И все, в итоге я там забегал, может, где-то там 7-8, вот так вот где-то по очереди. И ситуация какая возникла, у нас один товарищ забежал, забежал в дом, и за ним просто закрыли дверь. Вот так вот, железную дверь закрывают за ним. Кого-то успели вытянуть там на улицу тоже, там, может, пару человек их. И вот под угрозами того, что сейчас либо мы этих там, да, либо вы нам отдаете нашего товарища, да, вот. Его так отпустили, минут 10 его там в заложниках держали. Это как в этом, вместо встречи нельзя. Володенька, я ведь тебя зубами закрызу, слышишь, Володенька? Его там тоже закрыли нормально, потом вышел вообще, его не узнать было. И в итоге там что-то, что-то какая-то суета произошла, неразбериха, там, туда-сюда, нормально, баннер не получилось отжать. Человек 10 вытянули оттуда, предлагали им выйти несколько раз. Они там за своих кентов, так сказать, не впряглись вообще. Там пацаны-бедолаги получали на улице, кого вытянули. И они за этим просто наблюдали. Вот это, наверное, первый такой момент. А был там известный в мире единоборств Эдуард Германский? Все давно и прекрасно знают, что я начинал с триумфом. В принципе, и татуировка у меня есть, более временно, а триумф – вещи. Если он и был он, то я его лично не видел там. Ну, потому что выйти они желание не проявили. Не знаю, не мне судить, но, на мой взгляд, они поступили очень некрасиво. В плане того, что у вас вот под окнами там, да, ваших пацанов там забивают. А вы там что-то одного пытаетесь там как-то стульями, табуретками, да, информацию у него какую-то узнать. Так что вот это, наверное, первый такой момент. Но при этом баннер забрать не удалось. Нет, баннер забрать не удалось. Но по слухам, которые стали доступны в интернете пару лет назад, другим красно-белым товарищам удалось это сделать с вашим баннером. Вот проворные, да, такие молодцы попались, которые смогли. Ну, к этой теме мы вернемся. Моментик подобрать. После вот этого замечательного приключения с триумфом, для вас триумфом, ну, закончившийся, но не до конца, скажем так, да, что было дальше в твоей этой карьере замечательной? Дальше в основном это лесные темы. Города уже как такового не было. Там перед чемпионатом мира все очень сильно уже сточили. Особо ничего сделать не давали. И было очень большое количество уже каких-то таких лесных пересечений. И то, да, там, не в таком количестве, как это там, допустим, в самом начале было там 16-15 год, когда только пришел. Потом уже это было все чуть поменьше. То есть драк было не так часто. Там раз в месяц, если удавалось подраться, это уже было хорошо. В те времена уже, наверное, такой городской движухи особо не было. Были в основном леса. Это были прикольные всякие темы там с мясом в Подмосковье. И чуть подальше с нашими сине-бело-голубыми товарищами тоже интересные драки были. У нас очень многие гости, когда приходят в программу, с такой грустью вспоминают о том, что как же вот хорошо было в городе, и как вот потом стало не очень в лесу. Вот у тебя есть какие-то настроения по этому поводу? Да, мне в лесу всегда тоже нравилось прикольно. Ну, как-то, не знаю, я больше застал все-таки лесных драк. То есть городов, в городе каких-то там движух было не так много, чтобы мне было там с чем сравнить. Но именно лес меня как-то более прикалывал. Ну, там, наверное, больше такого спортивного интереса было. То есть ровный формат, там уже как-то, не знаю, почестнее, что ли. И мне это больше нравилось. Интереснее было, грубо говоря, как ты там подерешься, да, с такими-то, с такими-то. Вот поэтому мне как-то, не знаю, лес больше заходил. Давай попробуем людям, которые никогда в этом не участвовали, возможно, не соберутся участвовать, ну, тем более, что ничего же нельзя, попытаемся рассказать об ощущениях, которые испытывает человек, который вот приезжает на такое интересное мероприятие. Вот что творится с тобой перед, что творится непосредственно вот перед этой сходкой, что говорят, возможно, как настраивают. Это же в некотором роде спортивные мероприятия, там же есть все эти указания какие-то. Ну, не знаю, наверное, со временем как-то ощущения меняются, потому что когда ты только начинаешь драться, там, первые темы еще особо так не горишь, не понимаешь ничего, вроде драка обычная, ну просто. Потом уже, когда знаешь, с кем дерешься, когда начинаешь чуть же больше погружаться, там, знаешь, какой это примерно уровень, там, какие пацаны там выходят, уже, может быть, чуть-чуть начинаешь, там, подгорать, может быть, начинаешь мандражировать, то есть стараешься себя, там, как-то настроить, там, пожестче вот так вот выйти, подраться нормально. А потом, когда уже просто, наверное, голова привыкает к кроссовкам, там, 43-го размера на себя, вот, уже как-то с такой, ну, такой полуспокойствия уже, чуть-чуть так, может быть, Думаешь, так-так-так, вот сейчас надо. Это уже больше начинаешь, наверное, как в спорте, тактически размышлять. Вот сейчас вот так там сделаю. Уже со временем все равно какая-то картинка есть, какой-то стиль боя у тебя уже формируется. И поэтому уже просто начинаешь мыслить о том, как бы больше пользы принести своим ребятам. А у тебя спорт начался одновременно со всеми этими клубов футбольными делами? Спорт вообще начался с детства. Но именно такой уже профессиональный, когда я уже вообще начал спортом больше заниматься только лишь для того, чтобы потом нормально на поляне с пацанами в уровень уже драться. То есть не медали, а грамоты тебе были интересны? Сначала, да. Сначала было такое, что хотелось просто уже там, когда уже понимаешь, что не хочется получать, и уже ощущаешь вот это все на себе. Думаешь, так, лучше я там побольше потренируюсь, лучше я получше подготовлюсь. И поэтому с ОФО, наверное, мотивировал каким-то спортивным достижением. А спорт он уже так, по наитию получался. Что обычно говорят, какие мотивационные речи произносятся? Вот конкретно у вас как было? Да, у нас всегда на самом деле спокойно было. То есть не было такого, что пацаны... Собрались. Да, да, да. Такого не было особо. Все спокойно всегда так. Не знаю, даже, можно сказать, профессионально подходили к этому. Ну, тема, тема, драка, драка. Вот там то-то, то-то. У нас даже, помню, было такое там, да, с блокнотиками там записывали. Там вот так, так, так. Ты там то делаешь, ты это делаешь. Ну, такая схема уже была какая-то. Там кто-то, там, пенальтисты, да, кто-то там на себя побольше народу берет. Кто с краю там заходит. Ну, такие уже более тактические моменты всегда были в раздевалке. Вот я, насколько припоминаю. В раздевалке. Ну, на раздевалке. Ну, там, за кустами. Да, да, да. Вот. Так что... А такого, что прям вот вы там их убьете, сожрите их, такого не было никогда. Еще часто говорят о том, что вот люди как раз из спорта, которые привыкли в ринге выступать, оказываясь, вот в этих ситуациях как раз теряются. Потому что, ну, в ринге у тебя один соперник, ты его видишь, он перемещается. Здесь ты с одним человеком работаешь, а мимо проходящий, как ты говоришь, пенальтист. Да, да, тебя снимают. Не знаю, у меня как-то такое всегда было понимание в голове, то, что я тут не один вообще. Мне тут еще с разных сторон может понаприлетать. Там потом практика уже это все... На практике это уже все было доказано. И поэтому, как-то, не знаю, всегда думаешь о том, что сзади, да, что там сбоку. Всегда даже, когда там с кем-то работаешь, надо посмотреть лево, право. А спортсмены, если кто вот... Ну, да, таких примеров тоже много. Когда ребята там крутые боксеры, крутые борцы, но, допустим, он там кого-то один шлепнул, а ему просто какой-нибудь там футболист, который в школе футбол играл, пробегает по затылку, чиркает, и тот спит. Таких, да, моментов много. Но, опять же, это опыт все. То есть, чем больше драк, чем больше ситуаций, тем больше ты понимаешь, что может с тобой произойти. И, соответственно, из этого делаешь выводы какие-то. Чувство страха. Но оно неужели отсутствует? Наверняка все-таки есть. Отсутствует, конечно. Чувство страха, оно на самом деле... Да такого нет, что чувство страха его нет. Оно, по-моему, страх разный просто бывает. Кто-то там, да, от нескольких ударов там зажимается, да. А кто-то, допустим, наоборот, от того, что ему страшно получить по голове, еще раз он встает и начинает драться уже там, карабкается там, вертится, как уш на сковородке. Поэтому все по-разному это преодолевают. Но, опять же, там страх не должен овладевать тобой полностью перед этим, потому что он сковывает очень сильно. И все, опять же, с опытом приходит. Ну, на мой взгляд, наверное, как у меня было, и у меня чувство страха там начало так уже на задний план отходить, когда уже очень большое количество звездюлей получил. То есть, когда уже там 10 драк подряд ты там проигрываешь, тебя 10 драк подряд запинывают, и вот так после этого уже... Ну, ты такой выходишь, думаешь, я нового ничего здесь не увижу особо для себя. Как меня только уже не били, я это все видел. Ну, как-то, наверное, это уходит с опытом. Опять же, чем больше получаешь, тем потом уже становится так немножко все равно. Это не как-то не влияет на мозговые деятельности, на когнитивные способности? Ну, это, наверное, уже окружающего садить влияет это или где-то. Не, ну, с памятью... Ты за своим не замечал за собой изменения? С памятью, может быть, конечно. Ну, так как у меня... С памятью у меня много таких знакомых. Помимо... Рассказал мне, что-то 5 минут проходит, садится второй раз... Да, да, да. Помимо оффа, еще спорт контактный все-таки был. Есть. И тут как бы одно на другое накладывается. И, там, не знаю, иногда лишний раз думаешь, надо книжечку взять, почистать чуть нейронные связи, чтобы у тебя извилины зашевелились, хотя бы последнее, то, что не выбили еще. Вот. А так, в принципе... Ну, таких прям пробитосов жестких я... Ну, встречались, да, но не прям такое. Это, там, 10% из 100, грубо говоря. Так особо не влияет на это. Давай сразу наверняка там, когда ты сказал про книжечку, будут писать, да, что он там, что последнее прочитал? Я сейчас читаю Джордж Оруэлл, 1984. Великая антиутопия. Да, 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 вот читаю. До этого этот роман читал Джованниоли, Спартак. Чтобы лучше знать врага... Ну, там к футболу не относятся. Я понимаю. Вот так. Особо книги не читаю сразу, если кто-то будет, я просто так открыть могу, там название прочитать. Зеленую и... Зеленую. И синию. И толстую. Все-таки, если вспоминать о каких-то действительно серьезных травмах, полученных именно на Полянах, что это было? Ну, нос, наверное, классика. Там, я даже не помню. Ну, раза три, наверное, нос точно. Ну, нос, верно. Я нигде не участвовал, но у меня тоже... Там пальцы в основном, пальцы, стопы, ломались руки. Вот у меня здесь спицы ставили. Ну, такие мелочи, таких прям серьезных травм у меня, слава богу, не было. Ну, наверняка сейчас ты скажешь, что никакой ненависти никому нет. Это лишь просто развлечение. Ну, те самые стандартные ответы. Но все-таки какое-то, может быть, особое отношение было к каким-то коллективам с противоположным лагерем. Ну, есть это особое отношение. Это к кому, например? Ну, все знают об этом коллективе, достаточно знаменитый. У них там со шлемом человечек нарисованный, который баннер у нас подрезали. У вас прям особая какая-то любовь? Ну, просто вот такая вот недосказанность осталась, грубо говоря. А так кто-то там прям такие, чтобы... Ну, опять же, можем Питер весь взять. Почти. Вообще никого не выделяй? Ну, вообще не выделяя, да, к ним какая-то одинаковая неприязнь. Ну, есть там пару коллективов такие, которые более-менее еще там с кем побольше дрались. Ну, называть, наверное, не буду. Но если так взять, то, наверное, ко всему питерскому движу такое. Ну, это не то, что негатив, да, там. Просто такой вот спортивный интерес, грубо говоря. Давай поговорим про тот случай с потерей баннера. Ну, тогда уже после 18-го года все расслабились, такое безалаберное отношение было, потому что активности как таковой не было. И прям на выходе из бара они воспользовались моментом, так сказать, и все очень удачно сделали. Ну, то есть это хорошая разведка, наверное, какая-то? Ну, я не знаю, у них там разведка или какие-то еще, у них войска работают. Там, я думаю, особо сильно разведывать не надо было. По-любому там на стадионе пару человек сидело, наблюдало за этим всем. Так что, ну, такое просто уже из-за того, что не было какой-то активности, все расслабились, думали, а что уже будет? Ну, и вот так вот вышло. Ну, далее появилась фотография на станции метро ЦСКА с перевернутым баннером. Ну, а потом все его увидели на матче, уже... Ну, все, были определенные договоренности по поводу баннера. Там наши товарищи из красно-белого коллектива. Как бы все тоже по чести сделали. Вышли, дали бой за него и после драки вернули. Ну, все-таки говорят, что бой-то проиграли. Да. Бой был проигран. Ну, каких-то таких нюансов я не могу рассказать с того пересечения. ГФ, наверное, та бригада, которая мелькает в последние годы в околофутбольных сводках. Если их так вообще можно назвать, сравнить с прошлыми годами. Это потому, что они такие действительно сейчас сильные и активные, или потому, что никто ничего больше не может противопоставить? Ну, я думаю, тут одно на другое складывается все. То, что они делают что-то как-то. Вот. И остальные-то никакую активность не проявляют. Ну, очень мало чего-то там где-то. Может быть, кто-то там в лесу что-то. Но я даже такого особо не припоминаю. Сейчас уже как-то... В последнее время не особо слежу за этим. Но они, да, они постоянно на виду. Мы говорили о коллективах, с которыми, скажем, особая любовь в кавычках. Были же коллективы, наверняка, с которыми, наоборот, у вас сложились хорошие, дружественные, братские отношения. Да, есть такие ребята. Это Космы, Космо Трэнс. Это наши такие, наверное, самые, одни из самых старых друзей. Шэди Хорст, то же самое. Также динамики ребята. Легион. С ними тоже темы были. Вот такое у нас общение идет. Очень дружественное. Все ребята там... Ну, все общаются как-то, да. Там даже вне, около футбола, просто межличностное общение тоже какое-то есть. Так что ребята все хорошие, ребята все бомбовые, классные. Так что с ними, да, общаемся. Понятно, как Шэди Хорст, да? Ну, это тоже ЦСКА. Понятно, как Легион, потому что Динамо, ЦСКА это давно большая дружба. Локомотив, который всегда позиционировался как нейтральный по отношению к Динамо, ЦСКА, но не любящий, естественно, в первую очередь Торпеда и во второй там Спартак. Как у вас с ними завязалось? Ну, наверное, что общие враги они так тоже объединяют. И плюс, наверное, по территориальному признаку ребята, которые там болели за ЦСКА и за Локомотив, между собой общались и как-то вот эта вся движуха пошла общая. То есть, кто там общался в жизни, начали что-то мутить уже на поляне, в городе. Уже такая околофутбольная движуха пошла вместе. Было ли такое, что вам приходилось товарищем железнодорожникам помогать как-то? Конечно, бывало такое и не раз. То есть, с ними много всяких интересных тем было, но опять же, наши оппоненты всегда знали об этом. То, что там и те, и другие, короче, находятся. То есть, потом никаких раскрытий вот этих скандальных моментов? Нет, такого нет. Да это, в принципе, ни для кого не секрет, то, что Космы и Продленка, они вместе двигаются. Так что, там даже одно время как-то я помню просто по умолчанию, там Продленка, где Продленка, там Космы, где Космы, там Продленка. Тем более, там в последнее время, когда уже что-то было тяжело делать, уже там народу может быть какая-то, уже вот в последнее время, да, что я там дрался, народу не особо много. И поэтому все друг друга поддерживали как-то и двигались вместе. Наверное, самое громкое последнее событие во всех околофутбольных делах, это событие перед дерби на платформе с названием «Чухлинка». Давай, Кони, давай! Космы, да! Что-то слышал об этом? Слышал, слышал об этом. Ну, потому что коллективы, о которых мы там говорим, понимаешь, они так или иначе фигурировали в тех событиях. Ну, я конкретно там не находился, так что про это я мало что могу рассказать, на самом деле. Меня на данный момент времени просто не было здесь. А где был? В армии. Вот все так сейчас и происходит. Те, кого вы называете страшными футбольными хулиганами, на самом деле служат в армии, читают книги про Спартак, Джованниоли и вообще, в принципе, очень хорошие ребята. Давай, наверное, тогда поговорим все-таки о спортивной части, которая в последнее время у тебя активна в околофутбольных пабликах, где нет уже пересечений. Есть фотографии с ринга, где ты в футболке с надписью «Продленка». Что это за промоушены, какие там будут в дальнейшем бои, какие уже были? В основном сейчас все свои бои, да, я там боев шесть провел в ММА «Сирис» в организации. Вот молодая организация российская, они сейчас активно развиваются. Там я выступаю, там всегда, когда выхожу на бой, стараюсь частичку себя, так сказать, представить. Выхожу в наши майки, вот, чтобы немножко, как бы, людей, которые смотрят, может быть, кто-то заинтересуется, да, что-то, может быть, кто-то, да, там смотрит, такие, о, ничего себе, прикольно. Кому-то просто, да, кто, допустим, давно отошел от дел, может просто смотреть там телевизор что-то и раз так, ну, просто это, я знаю то, что некоторые люди, когда видят там на мне майку, для них это становится немножко приятно, теплее где-то, да, то, что… Ложь быки. Да, да, что-то еще там, кто-то двигается, что-то спорт там, ну, хоть что-то есть, короче. Вот, не все еще задушили там, кто в теме, тот в теме. Спасибо. Судя по футболке, Илья очень любит футбол. Дожди, подожди, подожди. Берега, ну, подожди, ставься. Хорошо, все. Спасибо. Всегда прикольно, да, там, когда кто-то там узнает, когда кто-то понимает это, когда, ну, в основном-то, да, люди там сидят, продленка, дурак какой-то вышел на себя, что за проблема. Нет, ну, вообще, для человека непогруженного, если ты выходишь в надпись продленка, это вопросы. Непонятно, пацан застрял, походу, где-то там. Вот, а те, кто знают, да, они понимают, и мне тоже приятно, да, когда кто-то там, ой, ничего себе. Серьезно, ты оттуда там, туда-сюда. Ну, и плюс, опять же, да, там, я представляю свой коллектив. Это для меня это не просто, да, там, что-то где-то подрались вместе, там, пиво попили и разошлись. Это все-таки друзья мои, и, как бы, им приятно, да, то, что их, да, наше название где-то там еще фигурирует. Приходят ребята, болеют? Да, приходят, поддерживают. Крайний бой очень много ребят собралось, и прям ощутимо было. Ощутимая была поддержка. Еще бой такой достаточно тяжелый получился. Ну, вот, мотивация с трибун, она очень сильно помогла тогда. Продвенка! 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 А ты ни разу еще не сталкивался в ринге с представителем какой-нибудь другой организации, тоже около футболя? Ну, такой же может быть, не ты один такой. Там, нет, короче, не сталкивался. Ну, там ребята, с которыми я дрался, но вряд ли они вообще знают за это. Ну, понятно, но ребят с Кавказа, суть пусть. Ну, там не только с Кавказа, там азиаты, пацаны, основные. Ну, кстати говоря, не факт, что не знают там. Ну, и в Казахстане, там, вон, посмотри, какие-то, кто бы там. Ну, может, такие. Да нет, с представителями каких-то других движух я не встречался еще. Не было такого. Ну, а если такое, судьба такое преподнесет? Ну, это вообще будет прикол, конечно, нормально. Да нет, с удовольствием, конечно. Ну, мне вообще без разницы, в принципе, да, там с кем драться. Ну, а если там еще представитель там какого-то другого коллектива, да, почему бы нет? Ну, из известных, кто до сих пор, вот как-то, мне кажется, еще выступает Чеботару. Адрюха, да. Да. И кто еще? Тюльпару что-то не видно в последнее время. Ну, про одного человека, который выступает в UFC, говорить не будем. В общем, выбор, наверное, небольшой, но все-таки имеется. Да, ну, тоже, опять же, с кем там такого, да нет, с кем, с кем драться, вот еще с таких представителей. Я просто не знаю особо, ребята. Там, допустим, с Андрюхой Чеботару, ну, мы, во-первых, я бы с ним, даже если бы в одном весе были бы, я бы с ним не захотел драться, просто потому что мы с ним общаемся и хороший парень. Ну, вот у меня в организации есть один представитель Питера, питерского движения. Вот, может быть, с ним, кстати, у меня когда-то и бой произойдет, а так особо больше никого припомнить не могу. По крайней мере, один промоушен недавно себя позиционировал, как именно основанный на противостоянии около футбольным, я имею в виду, Street Fight Club, к которому ты не как боец, но все-таки имеешь отношение, правильно я понимаю? Да, да, я там в роли рефери выступаю, сужу бои. С той стороны как-то поменьше всего это было слышно. А у них просто нет такого заряда, как у нас. Именно вот этого драйва нет в других промоушенах. Именно этого драйва не хватает сейчас на стадионах. Тоже такой, на самом деле, интересный проект, ведь это больше даже не спортивный такой промоушен, а именно бойцовский такой уличный в стиле андеграунд сделанный. И, на мой взгляд, перспектива большая есть. Главное, чтобы была возможность проводить турниры у организаторов. Соответственно, если будет такая возможность, я в этом вижу большие перспективы. Именно потому, что такого формата в России нет. Есть похожая организация, King of the Street. У них там чуть другие правила. Ну и немножко... В основном, как бы, они, по сути дела, такие пересекаются. Я думаю, то, что SFC все равно сделано на базе. Ну, организаторам, видимо, понравился формат европейцев. И решили такое в, так сказать, в российской обертке это все сделать. Первый турнир получился таким образом, что именно ЦСКА, Спартак, фанаты дерутся. В дальнейшем проводились турниры еще. Провелись еще два турнира. И крайний турнир он уже не нес в себе такой подоплеки, мол, противостояние фанатов в клетке, да, там, в этой самой. То есть от этого потихоньку уже отошли. Ну, то есть там теперь может принимать участие... Любой, желающий. Просто, ну, сейчас немножко другая тема пошла. Города. То есть вот такие-то бойцы там с такого-то города. Прошел турнир Фрязино против ЕКБ. Вот, то есть это уже не было как фанатское противостояние. Противостояние городов. Ну, это еще одно подтверждение того, что около футбол... Это, да, такое, наверное, подтверждение тому, что все очень печально у нас с около футболом. И, наверное, ну, навряд ли что-то еще будет. Хотя, не знаю, посмотрим. Жизнь покажет. Ну, там в комментариях же очень много людей пишут, что это не Коц. Я вот ждал... Мне кажется, там основное отличие, ну, такое, что бросается в глаза. Я ни разу, ни один бой целиком Кинкавзестритс не смотрел. Но там же бьют людей ногами в голову. В Кинкавзестрит там правил нет вообще. Там у них можно пальцами в глаз, там, бить в пах. Вообще, что угодно можно делать. У нас же все-таки правила сделали. То есть это чисто бокс. Ну, опять же, там бокс, там плюс бэкфисты какие-то еще. Короче, грубо говоря, можно драться только вот кулаком, да. Бить друг друга только кулаками. И, на мой взгляд, ну, это, конечно, интересно было бы даже мне самому, на самом деле, подраться вот по таким правилам, как дерутся за бугром. Но, как бы, здесь немножко другая история. То есть здесь, если у них там это чисто позиционируется как уличные хулиганы там какие-то, то Street Fight Club, он создавался же как противостояние фанатов уже такой спортивной подоплеки уже до определенного момента. И я думаю, там это было бы немножко делать нецелесообразно, так как все-таки определенное уважение к друг другу присутствует, которое там выстроено уже на протяжении долгого времени. И одно дело, да, там на поляне бить друг друга, там, когда никто на вас не смотрит, да, все-таки это, на мой взгляд, было бы какое-то проявление неуважения все равно, да, пинать там под камерой друг друга ногами, там выдавливать глаза, кусаться. Для меня было бы неприемлемо, да, там, со вчерашними оппонентами по лесу под камерой где-то там, когда на тебя там толпа смотрит людей, его там запинывать как-то, ему там в пах там тыкать пальцами, и что там еще делают на этом King of the Street. Ну, а если не оппонент, то в принципе... А если, допустим, какой-нибудь там представитель другой страны, там, да, вот это что-нибудь такое, то без проблем вообще. Дай бог, да, и спортсмены у нас вернутся на международную арену, и вообще мы, Россия, самая открытая страна в мире. Ждем здесь всех поляков, шведов, американцев. Недавно приезжал один буквально, сделал классное интервью, самое просматриваемое интервью за всю историю интернета. Но если все-таки вернуться к первому турниру Street Fight Club, который, ну, понятно, проходил с фанатской подоплекой, ты же судил на нем. Да. Вот в плане судейства это было тяжело? Ну, да, в плане судейства тяжело, потому что знакомые ребята дерутся, и там же еще нет времени, то есть нет такого, да, то что они сейчас три по пять там или там какой-то другой период перемахнутся между собой и по домам пойдут. И тут тоже ребята неуступчивые, там вот у нас один бой там был такой прям, который я уже реально просто с болью в сердце наблюдал за ним, и пришлось остановить уже, да, потому что, ну, ребята не сдаются, ребята дерутся. Но все равно победитель же был выявлен. Победитель был выявлен. Это как раз, по-моему, тот бой, где парень, который выиграл, он уже чуть ли не обнимал там своего противника, да? Да, 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 это вот как раз-таки тот бой. Когда там сначала один представитель как раз-таки КБ, он сначала огребал жестко, потом наш пацанчик, он вымахался жестко, и тот переломил вот эту вот ситуацию, свою пользу. Вот это да, уже такой бой прям, ну, тяжело было его судить на самом деле, потому что хочется как бы, ну, я как судья беспристрастен все равно я смотрю, но все равно, как бы то ни было, да, в любом случае чуть-чуть там закрадывается, должен живот выиграть, он должен выиграть. А потом, когда понимаешь то, что он там сейчас получает, сейчас он здоровье там свое теряет, уже думаешь, нет, все, зачем это нужно, надо останавливать такие бои. Ну, когда ты вот этот бой останавливал человек, который проиграл, он не высказывал никаких недовольствий? Или уже просто сил не было на высказываниях? Он все силы отдал уже там в бою, там, у него просто не было уже каких-то там, ну, опять же, все по делу было, как я считаю. Там, один перетерпел, а другой очень сильно устал просто. И победу забрал тот, кто терпит, тот, кто больше выдерживает. Слушай, но если все-таки участвовать вот в таких турнирах, вот в таких мероприятиях, наверное, тяжело будет готовиться к соревнованиям, которые все-таки в каких-то правилах, правильно? Ну. Либо ты здесь, либо там, или нет? Или можно это совмещать? На мой взгляд, можно совмещать все это. Опять же, все зависит от уровня оппозиции. Если, допустим, есть какой-то серьезный бой там по правилам ММА, и у тебя там перед этим бой тоже там какой-то важный, именно по кулачке, то надо перестраиваться, естественно. Но, опять же, это все зависит индивидуально от человека. Ну, то есть кулачку не ставить приоритет, ты имеешь в виду? Нет, если ты готовишься именно к бою по кулачке, ну, это вот, опять же, надо приоритеты для себя расставлять. Что для тебя больше, важнее? Понятно, да, и там, и там будешь драться за победу. Но, допустим, я бы готовился так, как я готовлюсь всегда, так, как я тренируюсь. То есть я бы не стал, я, может быть, чуть-чуть бы добавил там бокса, да. Ну, а так бы не стал бы убирать, допустим. Потому что все-таки у меня там ММА, это мое направление. Я не боксер, я не борец, я посерединке. Поэтому я бы оставил подготовку такой же, как всегда. А для тебя спорт сейчас единственный способ заработка какой-то? Ну, в основном, да. Ну, то есть уже какой-то уровень зарплаты, который, ну, все-таки позволяет тренироваться, ничем больше не заниматься и выступать. Ну, ничем не заниматься так не получается. Где-то все-таки там подработки туда-сюда. Что-то откуда-то еще деньги приходится доставать. А так, ну, сейчас, дай бог, если все хорошо будет, то в ближайшее время, я думаю, что такая возможность появится. Сейчас очень много промоушенов, ну, как много, есть промоушены поп-ММА, так называемые, у которых помимо самого боя присутствует очень яркая такая разогревающая часть. Ну, вот они также сидят на диванах, потом почему-то вскакивают, начинают друг друга бить, что-то орать. Хочу избить его конкретно, вот и все. Давай, Шерстюган, у тебя это вряд ли получится. Ты что, ахал, что ли? У меня вот тебе подгончик есть носочки шерстяные. Ну, цирк. Цирк, реально. Ну, опять же, там есть хорошие ребята, да, кто туда залетает и себя там достойно ведут, но... Как правило, да, там видно только тех, которые там, как обезьяны, друг на друга кидаются, дерутся, там, ради, я не знаю, ради чего, там, ради какого-то хайпа дешевого, ради, может быть, там, на 10 тысяч рублей побольше заплатят за то, что они друг друга, там, оскорбляют. Ну, у меня крайне негативное к этому отношение, потому что данные вообще промоушены вот эти, да, которые, ну, что, он, по сути дела, один такой есть у нас, да, который прям такой самый-самый вот этот... Хардкор. Да, 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 вот это вот, вот это слово. Негативно себя, ну, как хардкор его знают, в основном все только из-за каких-то кипишей, из-за каких-то негатива. Есть крутая спортивная составляющая, опять же, есть крутые бойцы, там, кулачники крутые, ММАшники есть крутые, но, допустим, все вот это остальное, то, что они туда еще накрутили сверху, вот это вот всякие, там, разогревы, там, перед боями, вот это, кто кого там больше унизит, кто кого там оскорбит, ну, на мой взгляд, это немножко уже не про спорт. Это уже чисто в шоу превратили, хотя ММА, по сути дела, всегда являлась в основном шоу такое, ну. Ну, ММА, по-моему, вообще начиналось как вид спорта, ну, тогда еще, наверное, видом спорта не было, которые все говорили, что это за грязь вообще, как вы все это делаете. Ну, я не знаю, все равно, на мой взгляд, чем бы ты там ни занимался, да, тут, понятное дело, два человека выходят драться, да, они знают, вот один будет там бить-бороть, другой будет бить-бороть, и все равно при этом же можно оставаться там людьми, никого не оскорбляя, от того, что там меня кто-то побьет, или я кого-то побью, это унизится кто-то, что ли, нет, не унизится. Но от того, что там кто-то будет громче всех кричать там матные слова, и еще как-то там пытаться задеть своего оппонента, ну, это уже как-то переходит все рамки, на мой взгляд. И такие вещи, они, ну, точно приветствоваться не должны. Вот я стараюсь это, допустим, не смотреть. Лен, ну, если тебе предложат гонорар, ну, X5 от твоего, ты бы в этом поучаствовал? Да. Главное, что честно. Если предложат там какой-то гонорар, X5, да, от моего, который мне готов заплатить в той организации, где я дерусь, пожалуйста, я подерусь. Но я не буду себя так вести, ну, как тоже, постараюсь себя не вести. Но если скажут, что вот X5, то только за такое. Да, таким образом точно нет. Если мне просто скажут, ты просто подерись, ничего не делай вообще. Просто, и то все равно даже на самом деле я подумаю очень много о том, чтобы все равно вот в это все залазить. Мне это неприятно очень тем. Допустим, есть то же самое наше дело, промоушен. Ну, вот, он превратился в такой более-менее цивильненький промоушен. Мы в конце программы всегда просим героя сказать какие-то добрые, правильные, вечные слова в адрес зрителей. Причем независимо от того, за какой клуб они болеют. Потому что все на самом деле очень похожи. Вот за пять лет программы я это понял. Самое главное, наверное, чтобы все, несмотря ни на что, в такое тяжелое время оставались людьми. Чтобы все, несмотря на какие-то, возможно, бывшие обиды, чтобы все друг друга поддерживали. Чтобы никто не старался там побольнее укусить как-то. Ну, в первую очередь, просто людьми оставаться, наверное. Самое главное, во всех ситуациях. Что бы ни происходило. Наверное, больше нечего добавить. Это самое главное, на мой взгляд. А как говорите, про спорт? Про спорт? Про спорт? Ну, хотите, занимайтесь. Хотите, не занимайтесь спортом. Это вообще особо никого не интересует. Сильному не нужно, слабому. Сильному не нужно, слабому тоже не нужно. Купите себе травмат. Прекрасная программа. Наконец-то люди услышат то, что действительно они хотят услышать. В общем, не тыкайте никому пальцами в глаза. Будьте достойными людьми. Илья, по традиции, вручаем тебе футболку программы. Сделана она в твоих родных красно-синих цветах. С надписью «Продленка». У тебя, ты выступаешь в футболке там спереди написано. Ну, вот будет иззади. Выдумай, это следующий будет. Нам будет очень приятно. Обязательно. Так что, носи с удовольствием. Спасибо, спасибо огромное. Еще одну такую черную футболку в движи мы, как обычно, будем разыгрывать в комментариях под этим видео в YouTube. Вам нужно оставлять комментарии. И один самый залайканный и получит футболку в движи. Мы отправим ее в любой город, где бы вы ни находились. Так что, оставляйте комментарии. И вы всегда будете в движи. Помню, были времена 15 лет назад, когда все бились за клуб, а не за фирмы, которые обивали на собаках. Выезда, последний хлеб с майонезом делили.